Ава, с вами Юлий и Демон. Ты чё, тормозишь, что ли, бля? Я шутку придумал. С вами Юлий, Анишка. Я просто думал, как пошутить. Я не Демон, я просто чертовски красив. Это Юрий Хованский, а.к.а. Пес Хулиганский. Снова здесь для того, чтобы смотреть сердца за любовь. Однажды мы снимали скетч про попов, и Юра шипел на святую воду. Так что, да, мы начинаем смотреть сердца за любовь. Да, и напоминаем вам, что вы можете приобрести клёвый мерч. По ссылке в описании. Да, там есть... А сегодня я во всеоружию, а Юлик забыл надеться. А, неправда, неправда. Смотри, опа, и у меня здесь кончено 500 записано. Написано, круто. Да, понятно. В общем, переходите, покупайте. Ну, и после того, как вы уже перешли, купили себе все, что нужно, я полагаю, мы можем начинать. Бутылки, ты заметил, у нас становится все больше и больше. А можно? Я же с пятилитровой пью, это моя фишка теперь, дай, пожалуйста. Да, ну, это понятно. Гиперкомпенсация, маленький ствол, качок, слишком много протеина сожрал. Писька уже не стоит, вот и берет себе большую бутылку. На самом деле, пацаны, это просто лето в Питере, тут очень душно, жарко, поэтому... Просто всех в Питере, кто живет, у них у всех маленькие пенисы. Микропенисы. У нас буквально по полтора сантиметра в реагированном состоянии. Ну, я-то из Пензе. Я сам из Ульяновска. Знакомьтесь с сегодняшними участницами шоу. Тетя Клава. 28 лет. Как мы одновременно, чья-то мама, тетя Клава. Она может быть чьей-то мамой. Ты не задумался, что все девушки, которых мы поносим в этих передачах, они когда-нибудь станут чьи-то мамами? Ну, не все тети Клавы, чьи-то мамы. Иногда это просто злобные тети Клавы, у которых нет детей. Блондинка с роскошными формами и легким характером. Уверен. Как будто Господь лепил ее фигуру и такой, упс, типа, а, немножко наебнул весь пластилин, знаешь, так. Чуть больше усилий приложил, а она такая, типа, бдэмс. Ну, ты понял, я понял. На перед ней не устоит ни один парень. Конечно, если ей самой он понравится. Как пирожок. Забавно представлять, что у них в студии тоже плюс 30, как у нас, и они там все потные сидят, такие, ааа, ааа, нормально, если у меня встает, когда ты об этом говоришь. Да, да, я с этим расчетом и делал. Анастасия, 17 лет. Ебать. Девочка с характером и твердой жизненной позицией. Такой только гробы заколачивать. А у нас во дворе ходит девочка с коры, она любит мефедрон, че-то там, а че-то том. Какая страшная песня. Мы не одобряем, не одобряем. У нас во дворе живут бомжи, а у нас во дворе кто-то опять нассал везде. Ласковая тигрица не советует вставать. А, она умеет улыбаться, ну хорошо. То, что позарится на ее... Все, все, она просто испугалась в студии, поэтому она так с опаской зашла. Когда, знаешь, кошку приносишь первый раз в дом, она сначала так аккуратно идет, если испугается, может под кровать забежать или под стол, но потом она привыкает и начинает уже расхаживать по квартире. С девушками тяжелее, они долго еще боятся, нужно годы держать. Да, ну, а по-моему, наоборот сразу привыкать. Это представь, как кошка сразу такая, ой, как мне тут, и уже на следующий день зубную щетку свою привезла, блядь, набор трусов на смену, блядь. Я-то говорю про случай, когда ты женщину домой как кошку приносишь, такой, а, какая хорошая, возьму тебя домой. Пойдем ко мне, не бойся, не бойся, маленькая. Смотри, какая батарея хорошая. Точно не поздоровится. Светлана, 29 лет. Да, сегодня какой-то... ...прикрывает бронебойное чувство... Не подрочить, короче. Ну почему, если ты любишь драчить на скатерть, то по-моему. Если вот ты такой с детства... В детстве у меня не было ничего, меня оставили в угол, и я смотрел на обои бабушкиных цветочками. Ну, мама, цветы. Я теперь без цветочков не могу кончить. Иногда засовываю их в себя в разные места. ...парня с отличной фигурой. Уверенно, с ней каждый почувствует себя настоящим мужчиной. Алина, 21 год. Девушка-звезда. Алина ноги на распашку, она так встала смешно. Алина ноги на распашку. Хорошая кликуха. Эй, Алина ноги на распашку. Подсказал всем ее одноклассникам. Девушка-звезда. Это что-то... А, типа, звезда, типа, потому что она вот такая распахнута. Скорее, что-то с пятью концами связано. Ха, пять концов она. На киске, да. Девушка-звезда. Девушка-звезда, способного сделать предложение, от которого она не сможет отказаться. Ха, мой хуй. Предложение, от которого нет. Ольга, 29 лет. Ого. Такое чувство, будто их уже штук десять вышло. Мы все это и говорим, и говорим. Ольга выглядит, как будто Ольгу Бузову кто-то оставил в солярии на целый день. И она, типа, не могла выбраться оттуда, и немного усохла, и волосы немножко погорели. Уверена, что ни одна девушка не сможет составить ей конкуренцию. Ищет мужчину, уверенного в себе, без. Конкуренцию в чем? В форточки залазить, чтобы ограбить квартиру? Так, мы не гнобим, мы не гнобим здесь худых телок за их худобу. Выглядит она стрёмно, спора нет. Но только не из-за того, что она худая. Я считаю вообще так. Если вы можете пролезть в форточку, будучи девушкой, это охуенно. А если будучи парнем? Ну вы, наверное, из 11 друзей Ушина, этот китайский акробат, типа, вы можете пролезть в форточку, значит, вы можете пролезть и в другие места, в ширинку. Подумайте об этом, да, и как Уш, бегает внутри женщины. Совых проблем и вредных привычек. 300. Давайте первого за 100 посмотрим, а дальше там как пойдет. Давайте лучше за 300. Да ладно, давайте за 100 посмотрим, не будем тратить сразу все сердца, вдруг что-то нормальное выйдет. За 100. Ну давайте. Смотрим за 100. Их речь как будто несколько костей игральных, и на каждой игре не написано слово. И просто каждый раз ты бросаешь кости, и как будто бы новая речь получается, но слова все те же. А по мне так это как удары плетью тупизны просто по мне. Вот просто. Давайте на 300, за 500, за 100, не будем брать. Хорошая аналогика. 26 лет. Продвинутый айтишник. Чехольник, я думаю, как... Привлекают его к расследованиям криптопреступлений. Романтик. А в церкви он не... Нет, покемонов не ловил, случайно? Блядь! Романтик, еще непонятно, спецслужб. По-моему, это пиздобол 100%. Пиздоболикус этот, блядь, обычного... Пиздоболикус нормалус, блядь, ёпта, у нас здесь. Он нам вытирает, наверное, выйдет сейчас тот же, мне кажется, конч, который вот выходил, все время говорил, что он это, блядь, ёпта. Ему 26 лет, это взрослый мужчина. Мне 26 лет, поздравляю. Мне интересно посмотреть. Я играю. Мне тоже очень интересно. У меня свой онлайн-бизнес, поэтому... Это очень интересно. Супер, герой. Это... Ну, на вебкаме есть разные категории. Да. Это, ну, родителям так ты говоришь. У меня онлайн-бизнес, как бы. Я... Это не ложь. Это не ложь, просто ИП нет. Я получаю деньги, сидя за компьютером. Просто ты не говоришь, что с вебкамерой. Типа, что компьютер оборудован специальным устройством, которое... Кстати, вот вам лайфхак. Когда ознакомитесь с девушкой, она говорит, что у нее интернет в бизнесе. Спросите ее, этот интернет-бизнес связан с видео, трансляцией... Видео, трансляцией, токены, донаты там нет. Понадобится. Интересно. Я играю. Ой, да ладно, Юлик, тоже 2К19. Кто не работал на вебкаме? Я думаю, все наши зрительницы уже... Кто? Девчонки, напишите. Да все же работали. Мы же знаем. Ну, чего? Это ты хочешь дедемонизировать эту работу? Да? Чтобы больше работали. Чтобы больше людей работали. А что такого? Типа, это же... Ну... Понятно, что хуёво, да. Родителям скинут там все друзья. Это да. Но с другой стороны, вы видели, что на кассе в пятерочке происходит? Вот просто, да. Да, это вообще, это калечит психику куда больше, чем то, что все друзья начнут вас травить. Можно стримы вести с кассы в пятерочке. Не сексуальные, просто стримы. Донаты будут прилетать, и кассирша будет ругаться на зрителей. А, погоди, нет, это уже делает Карина стримерша, но в доте. Уже интересно, вот такой компьютер настроить. Посмотрим. Такой ажиотаж, конечно же, я сыграю. Это очень интересно. Ой, статистки, опять статистки, везде статистки. Им не хватает, знаешь, там, типа... Мрази! Хрюка вместо ладони, или там, не знаю, чтобы у него как у Двуликва одно лицо было... Лазеров из глаз. Ну что-то такое, более реальное. Быть как Матильда. Важно не количество цифр, а их качество. Я занимаюсь музыкой, учился музыкальный школьник в своё время. Сейчас для себя пишу музыку, а работаю в области IT. Какой-то гном в капюшоне реально, блядь, похож на каких-то этих... Был этот в Сталкере, по-моему, как-то Бюрер, блядь, или не Бюрер. Можно вставить сюда Бюрера из Сталкера, да, который щит создавал? Вот, короче, это Бюрер, блядь. А ты заметил, как он глазами стреляет на девчонок? Он, конечно, он телекинезом обладает, это же Бюрер, блядь. Да, конечно. Терпило, ёбаный. Вышел такой в капюшоне, такой, я в капюшоне, и мы сказали, ну-ка, сними эту хуйню. Окей. Знаешь, как это, в школу пришёл повыёбываться, у меня будет бандана. Сними эту повязку с головы, иначе двойку поставлю. Ладно, мой Иван, не злитесь, я просто... Панки носят банданы. Нет, банданы панки не носят. Что так сердце, что так сердце растревожилось. Как будто я смотрю какой-то старый диснеевский мультик черно-белый, там... Только его поют дауны, типа, а не оригинальный крючок. Это мрачный мультик такой. Ну да, в даунском исполнении любой мизикл-мультик мрачный, думаешь? Ветром дёрнуло струну. Скажи, пожалуйста, ты айтишник, но поёшь... Ветром дёрнуло струну. Не издевайся над больным человеком. Немного деревенские песни. Я просто так понимаю, что он в музыкальной школе был чем-то вроде, типа, инструментом. Чувак, это... Я считаю, мы сейчас... Ну давай, мы издеваемся над больным человеком. Да не над больным, ты вечер! Ты вечно хуёк! Чуть-чуть кто-то ведёт себя как кретин ёбаный, и такой, чувак, наверное, он больно. Нет, сейчас я шучу. Они не больно. Блядь, он не слушает. Сейчас я шучу, потому что у него скотч на теле наклеенный, там смайлик нарисован. Ну, это бренд заклеили, типа. Но почему смайлик, да, это странно, он такой, покажу всем, что я люблю улыбки. Ой, сейчас солнышка рядом не хватает, и домика, блядь. Романс. Романс, да. Я пошутил, он нормальный. Мне с чем скучно, прости, я пас. Это ты ютубу говоришь, чтоб не забанил такой. Ну мы же не на твичке. Он нормальный. У вас здесь ещё много. Я тоже скорее пас. Ну, у вас ещё несколько остаётся. Я могу и готовить. Ну, в общем, я и пою, и готовлю. Расскажи об этом подробнее, что ты любишь готовить. Но я люблю готовить стейки. Главное дело, это хорошее мясо и розмаринчик. Смотрите-ка. И тимьянчик, братан. Без тимьянчика никуда. Тимьян нежнейшее было. Проблем. Я в опасности. Опа. Чего? Готовят стейки. Ну. Нашли. Чего? Да это круто, это как в древности, как будто мы животные. Ты можешь получить самку за мясо. Ты поохотился, принёс ей мамонта. Класс. Классно. Сочи, а те времена. Вы жрёте мамонта, у вас живот болит, потом вы ебётесь, блюёте, потом опять мясо жрёте. Теперь айфон придётся приносить. Я раньше просто... Смотри, какой сочный кусок. Соси мою Бибу. Ого. Круто, да. Главное, чтоб не спутала. Класс, мне кажется, вы подойдёте. Если Биба достаточно сочная, она её сожрёт. Класс, мне не нравится этот типаж, потому что айтишники это не мой профиль. Вабанка. Блядь, да вы чё? Готовить стейки. Два вабанка за карлика, который похож на главного героя сериала Подлый Пит. Блядь. Есть такой сериал, его закрыли после третьего сезона. Неважно, просто посмотри на него, он выглядит как жуликоватый. А это тоже вабанка пошла? Два. Мне будет себе приятно. Мы, как обладатели микропенисов, вообще не довольны этой ситуацией сложившейся. Я теперь буду выбрасывать, что у нас у всех микропенис. А если будешь не в тему, да? Это угара. У меня не микропенис. Ставь лайк, если у тебя микропенис. Похититель ароматов оценил мой писён. У меня не микропенис. У меня макропенис. Знаете, как... Микропенис. Делайте мемы, будто у всех видеоблогеров микропенисы. Отлично. Да, делайте мне. А потом сделаем. Я, вот знаете, в моём положении про меня никто не делал мемов уже, наверное, года три. Поэтому делайте хоть про микропенис, хоть про что. Просто не забывайте, прошу. Я... Я растворюсь, если вы забудете. Я раствор... Вы помните меня, как воображаемый друг. Я живу только пока вы подписываетесь на меня. Под... Подпишитесь. Растворяюсь. 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 Монтажёр, сделай, будто я растворилась. Думаю. Я думаю, что мне будет приятно. Готовь. Только с тобой, выбирай уже. Я тоже училась в музыкальной школе. Смотри, какая борьба. Без тебя. Давай. Вот бы это в жизни так работало, как на телешоу. Ты просто подходишь... У тебя карточки есть. Ты просто подходишь к тёлке. Так, так, так. Музыкальная школа. Она такая, блин, попал. Так, нужно ещё два попадания для секса. Да, типа... Гимнастика нет, минус один, блин. Блин. Но если попал хотя бы типа два из трёх, то может минетик какой-нибудь там. А один на суходрочку, если в супер игре. Ответишь правильно. Реактивен. Я выберу девушку, на которую я смотрю. Как тебя зовут? Света. Я выберу Света. Он акцентировал. Внимание, я выберу девушку, на которую смотрю. А куда ты смотришь? Каким глазом? Этим? Или вот этим? Ты так хитро прищуриваешь свою ёбачь, что непонятно куда. Я? Ту, на которую я смотрю. Он может надеяться, что они такие, ой, это на меня, и все встанут. И он с тремя уйдёт. Так там два лапанта. Я выбрала талантливого, хорошего, рукастого. Молодого человека. Талантливого? Может он талантливый. Прямо здесь. Дайте, уже кушайте, толстей. Хороший парень. Чувак, знаешь, вот в чём преимущество? Судить людей, насколько хорошо они поют. Для этого не нужно быть экспертом. Он нихуя не талантливый. Это просто чувак, который вот хуйню какую-то пробубнил. Если он учился в музыкальной школе, явно не на вокал, блять. Поэтому не знаю, насколько он талантливый. По-моему, это конч, блять. Самый настоящий. Иди, вперёд. Мне понравилось, что у Игоря много разных увлечений. Он такой достаточно разносторонний человек. Я не знаю, сложит у нас что-нибудь или нет. Но я с ним не встречусь и возможно что-то и будет. Подружим посмотрим. Не знаю пока. Подружим посмотрим. На самом сердце. Подружим посмотрим. Настя, у тебя сердечки твои закончились, ты тоже пошла во банк, а значит тебе пора уходить. Ты осталась без парня, без тейков, можешь уходить. Я посмотрю, кого вы тут найдете. Ну у нас-то еще выбор есть. Ну, с таким гонором, по вере, они никого не найдут. Да. Меня висела на проекте Оля, она на меня смотрела тупым взглядом. Я буду ждать ее с кирпичом выхода. Она меня бесила, чем? Она смотрела на меня тупым взглядом. Прикиньте, ты у следователя даешь показания, за что вы ее убили. Она смотрела на меня тупым взглядом, я не мог терпеть. Да, да ладно. Я сидел просто свободно, но взгляд был такой тупой. Очень тупой. Очень, я не, просто вот, и вот, вот смотрят на меня. Сука, так и хотелось уебать, поэтому я бил камнем, блядь, ей по голове в кровавую кашу, блядь, приврали. Ну, нехуй на меня смотреть тупым взглядом, просто не переношу, блядь. Я сначала всю программу. Всю программу смотрела. Да ты ей понравилась, дурочка, она с тобой ножницы хочет, блядь. А в студии появляется следующий участник. Нормально. Александра, 16 лет. Аааа, блядь, да что? А ты не заметил? Да что за хуйня? Нет, не заметил, блядь. У него прям очевидные детские черты лица. Я даже шутку пытался придумать. Типа, папа, мама, ваш ребенок потерялся. Я уверен, это, она подписана либо на тебя, либо на меня. Либо на Брайм-Макс. Я вообще, я отказываюсь. Одно из трех, ладно, либо на меня, либо на Брайм-Макс. Я не могу анализировать внешний вид никакой тёлки, пока не скажет её возраст. Это моя принципиальная повисция. Я буду сидеть и смотреть тупым взглядом. Ариентируйся как мимические морщины. Какие мимические, блядь, морщины? У меня мимические морщины от того, что меня напрягает. Тебе я и не 16. Блядь. Зато тому, у кого на полюбку... Вот у неё лицо как холст чистое, как дерево без колец. Это ты к чему вообще дерево без колец? Женщина с мимическими морщинами, это как дерево с кольцами. Но для того, чтобы посмотреть кольца, дерево это нужно расчленить, да? Как бы у нас это, кольца снаружи не видно, нужно поковыряться. Ну как доски тогда. Искренняя и нежная девушка мечта. Привет, гадюшник. Привет, малыш. Вот как, вот как... Хороший начал. Знаешь, просто ты смотришь, такая красивая, типа, воспитанная, наверное, девочка. И она такая... Привет, гадюшник. Ну не придурок. Ааа, блядь. Яга есть? Ааа, нахуй, всё, пойду. Она видит, куда она пришла и какая там обстановка, настроение, она сразу... Ну типа ты смотришь, такая милая девочка, а через час ты видишь, как она отходит и ссыт вот так где-нибудь за гаражами. А через час она отходит и смотрит наши ролики. Ха-ха-ха. Обсосный тампон, угарный. Смотри, ты сюда пришла. А ты так боишься, что я у тебя кого-то отобью? Да нет, ты что? Ты вообще вне конкуренции там. В борьбу за парней вступает ещё одна красотка. Арина, 20 лет. Ну это понятно. Знольная девушка, мечта любого парня. Тут я вижу не мимические морщины, а жопические морщины, Юлик. Тут всё понятно. Да этой точно не 16. Столько капусты за 16 лет не сожрать. Уверена в себе на 1000%. Ищет горячего красавчика, способного отношения. Это вот на 1000% она в 10 раз увереннее в себе, чем остальные девушки. Чем нужно вообще. Чем нужно. В 10 раз. Знаешь, будучи доктором, у вас передоз уверенности. Вам не нужно быть такой уверенной. Вы посредственно... Не нужно. Вы можете быть на 100%, максимум на 110%. Но вы посредственность. Уверенность... Лучше на 65 где-то. Если хотите найти мужчину. 65, 50... 50, 40... НОЛЬ! Самый, самый крутой вариант. Тёлка, которая просто делает всё, что ей говорят. Ноль процентов уверенности. Это как сочетание двух кривых. Чем ниже самоуверенность, тем легче найти мужика, но тем хуже он может быть. И поэтому нужно найти где-то пересечение. И достаточное количество уверенности. И чтобы мужик достаточно симпатичный. Можно график здесь построить, как эта кривая спроса и предложения? Экономика отношений, да. Да-да-да. И тут будет пересечить точка равновесия. В следующем... В следующем выпуске... Невидимая рука Смитта. Та рука, которая пиздит девушку. Мы определим степень эластичности спроса и предложения на этом шоу. Ставьте лайки, если вам нравятся ёбаные графики, блядь. Экономика. Кто же не любит, блядь, графики? А ты думаешь, почему так много экономистов приходят на сердца за любовь? Они просто перекладывают всё вот это вот на отношения. Такие, так-так, из десятого счёта в аннал. И аннал на 51-й. Юлик, ты так себе представляешь экономику. Это бухгалтерия. Из десятого счёта в аннал. Фон золотых цитат. Типа я представляю, как показывают на Уолл-Стрит важных таких чё. Кейс, с десятого счёта срочно в аннал перекидывайте, продавайте, покупайте. Всё, в аннал. Приходят вам, не кажется, девочки, как-то рановато вы все сюда идёте. Ладно, всё, девочки. Давайте уже начнём смотреть парней. Предлагаю за 300 посмотреть. Предлагаю за 500. Я предлагаю только за 500, потому что за 100. А-а-а-а-а. Гулять-то гулять. 500. Травить. Ну давайте за 500. Ну давайте. 25 лет. Парень из другого времени. Я сейчас подумал, был бы смешной. Тонко чувствовал. Если бы сейчас появился, типа, Жан Рено и Кристиан Клавье, пришельцы, типа. А-а-а, где они? Жакуй, Жакуй, куда мы попали? Это какое-то телешоу. Мне нужно вернуться в прошлое, к моей невесте, Жакуй. Тонко чувствующие. Тут одни наложницы. А кто выпустил всех этих шлюх? Я большой и чистой любви. Я не принцесса, поэтому я пас. Моё любимое имя, Роман. Я играю, интересно. Класс. Интересная личность, надо посмотреть. Я люблю людей, которые живут в реальном времени. Я вообще все просмотрел, что он там про себя говорил, что он тонкая, чувственная личность. Человек из другого мира, тонкая, чувственная личность. Ну все такое, петух, короче, блять, нашими словами, петух. Поэтому я пас. Мне кажется, он ебанутый немного. Я тоже романтирую. Он 500 себе поставил, разумеется. Мне кажется, у него волосы собраны в косичку на голове. Надо так же сделать. Мне кажется, что он конч прям такой какой-нибудь, блять, он не жирный, но наверняка такой... Противный. Да, такой, типа, эээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээ По-моему, это же не опять Савергон, Бурат Савергон и злобный пацан. Блядь, ну сколько же он может... Нет, тот, он был бывший военный, Белуха, по-моему. А, точно, точно. Я оценил себя в пиццу. Это просто парень из американского ситкома 60-х годов. Где он играет скорее батю, блядь, а не парня. Типа такой приходит, эй, ну что, ребята, вы играете, блядь, мне нужно на мою работу. Он даже в очках, у него очки на веревочке. Это хорошо или плохо? Это антисекс, это лучше презерватива. Типа серьезно? А очки на веревочке, я думаю, да, это абсолютно не сексуально. И сейчас чуваки, которые сидят с этими очками, пацан, ты нахуй, Юлик, ты ничего не понимаешь, блядь, нахаливай. Они все это пишут, что он такие, что мне, блядь, эти очки на глаза, что ли, надеть, дебил, сука. И он что-то печатает, потом одевает такой, бля, сколько ошибок, ха-ха-ха. Стереть, стереть, стереть. Типа, ебать, я урок. Я какой-то несерьезный парень, романтика, фантазер. Обычный парень. Романтику и прагматизм. Просто либо варенье ел, либо что-то у тебя это. Ему нужно, знаешь, читать стендап по поводу своей внешности. Типа, я такой убогий, что вот, ну, типа, вот в таком ключе. На самом деле. Мы танцуем у бара весь день. Я рядом... Пусть, пусть, пусть он сам себя закопает. Нам ничего не нужно делать. Но еще тебя не видел на мне. Но они сейчас станут танцевать. Мы танцуем у бара весь день. Это край. Я рядом, но еще тебя не видел. Смотри, она, она прям сидит и такая? Да я сам так сижу, блядь, примерно, как ты сидишь, блядь, ебать. А я всего 16. Видел на мне. Смотри, они все хлопают, кроме 16-летней. А одна, она понимает, что какая-то... Да они все, не, они все сейчас красную нажмут, я тебе гарантирую. Хуйня творится. Повышаю. Чего? Я тоже повышаю. А я... Че? Это... Ждите, в следующем выпуске мы будем с очками на веревочке. Может быть, он, типа, настолько красивый по их меркам, что они даже готовы простить ему вот эту вот ебнутую хуйню, типа. Ну, у меня тоже была клетчатая рубашка, это так не работает. Да и уебанской внешности у меня была и есть, блядь. Я думаю, тут в основном лицо решает, а не рубашка. Но я не знаю, красивая она или нет. Девчонки, пишите в комментариях. Блядь, его лицо, как будто кто-то не доделал персонажа в редакторе, блядь. Мало полиполи. Да, да, лоу полиполи, блядь. Ну, охуеть. Потому что, судя по всему, из ЗАГСа я тебя на руках буду выносить. А не ты, блядь. Так что, видишь? Ну, он высокий, может, это моя единственная догадка. Может, потому что он высокий. Типа, потому что... То, что мы сейчас видели, это самое убогое говнище, блядь. Это хуже звука из мобил, блядь. Это просто он... Он такой, вроде как, нераздражающий, но при этом такой прямо, блядь, деревня ебаная, блядь. Та-ра-та-ра-та-ра-та-ра-та-ра-та-ра. Его хочется чебуреком угостить, блядь, но уж никак не дать, блядь. Прометчивое заявление на самом деле. Ну, это я по себе говорю. Мне не хочется ему дать. Может, девчонки все-таки. А он, видишь, прямо сейчас... Угостят его своим чебуреком. В студии начнется все. Ого, какие страсти разворачиваются-то. Слушай, ну он высокий довольно. Не сломайся, пожалуйста, ловься. Блядь, он такой... Не, впизду. Лучше я позорюсь сейчас, чем когда упаду. Это верное решение. Но неверным решением было пытаться его поднять. Забирай. Вперед. Блядь, он похоже на то, что кто-то сперму Гудкову в собаку загрузил такую, типа, и собака родила вот его, блядь, ёпта, потому что это прям, ну... Еще, 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 больше. Сперму Гудкову в собаку загрузил сам Гудков. Я благою! Ну или назовем неустановленный злоумышленник. А мы теперь хейтим Гудкову. А, чё, блядь, нет? Тебе не похуй. Так, ты знаешь, что нас трогал другую женщину, да? А я вот, знаешь, это твоя митя. Ну, блядь, давай тебя потрогаю. Я паст. Ну, это все получается. Бери, уноси, раз сил хватает. Только не сломайся по дороге. Какая она язвительная для 16-ти лет, блядь. Да, до поры до времени это было нормально. Сейчас она уже начинает перебарщивать, раздражать. Девочки, вы просто зайдите. Язвительность, она в какой-то мере, она... Нет, все равно ее трахнул. Будь ей 18, конечно. Сейчас ей, может, 18. Учитывая, как долго сердца за любовь вы, блядь, снимаете, мы ждем новый сезон. Где, блядь, новый сезон? Мы скоро уже до первого выпуска досмотрим. Где, сука, новый сезон? Я продолжаю обращаться. Костейслав, мы требуем новый сезон. Для того, чтобы вышел новый сезон, как можно скорее... Нужно ставить лайки, подписываться на наш канал. Ставьте и переходите, подписывайтесь. И подписывайтесь на Юлика, блядь. Потому что это пиздец. Нужно уже от 7, побыстрее все. Пока! Пока! Чем-то я и догонялся, может быть, я похож на ее бывшую. А он пришел в студию с книжкой и очками. Типа... Настолько ты любишь читать, что вот даже в студии не расстаешься. Или может быть... Или реально кто-то использует книгу, как вот элемент твоего внешнего вида, стиля. Просто носить книгу... Я не читаю, нахуй надо. Я даже не знаю, что это... Я скорее подумал, что это все, что у него есть. Книга и очки, тихо, тихо, тихо. Все имущество. Теперь еще женщина. Романа я выбрала, потому что он романтичный, интересный. Мы попробуем наладить контакт с Леной в неформальной обстановке. Может быть, что-нибудь из этого получится. Вот хотелось бы на это надеяться. Из Лены? Хотела бы с ним выпить чашку кофе. В борьбу за парней вступает... Нихуя себе! Джейн. Это Джейн. Персонаж игры какой-то. Она сейчас будто плащ скинет и у нее там... Я вот сразу, знаете, когда слышу выдуманное имя, я просто типа такой, окей, ебанутая, типа идем дальше. А если родители ебанутые? Джейн Иванова? Я думаю, это Женя Иванова, а не Джейн Иванова. 21 год. Вот эти все, знаешь, блядь, я смотрю, типа, блядь, когда там на вас подписались, блядь, как эти там Вики, Джейн, Рэй. Я такой, что не так с детьми, блядь, происходит? Какие вы, никакие вы, за ебанутые. Я думал, ты когда смотришь, кто на тебя подписался, там, Сергей, Витя, Александр. Если бы с этого шоу только телочки подписываются, да? Смысл в том, что вам имя родители дали не для того, чтобы вы себе новое выдумывали, ясно? Пидорасы. Поэтому, блядь, отныне вы не Маузер, а Максим. И вы не Джейн, а Женя. И вы не Вики, блядь, а Вика, нахуй. Так кто сказал, так я сказал. Какие-то проблемы, там, ой, это мое самовыражение. Самовыражайся, сука, через творчество. Через детей. Заведи ребенка и назови его. Да, хоть жопа назови своего ребенка. Вот, и вот прикинь. А тебя назвали, шлюха, нормально. Никакая ты не Джейн. Вбейся это, сука, в голову. Твари поганы. Вбесили, блядь. Мразь. С ноги, блядь, прям. Еблот. Джейн. Юра, осваивай, сука, блядь. Сука, блядь. А ты это танцует? Искусство движения в пространстве перед камерой. Крюки, крюки, подлести. Мужчины обычно теряют волю. Ищет парня, который справится с ним. Или чем там терять волю? Разве что она этот плащ, она его так... Ну я вот только что потерял волю. Накой размахивал, пытаясь мне въеблотать. Ну и сразу тебя вывело. Я-то, я не знаю, у меня есть вот какая-то странная хуйня, блядь. Она всегда причем была, меня вообще тебе бесило. Вот почему Маузер, Максим, Маузер, привет, он меня жутко бесил. Он просто такой постоянно, привет, я Маузер. Я говорю, нет, ты Максим, ты заебал, какой ты из тебя нахуй Маузер? Он такой, Дайма. А у меня был ник Даймарус, влокалка, он такой, Дайма, Дайма. Ооо, это такой стыд. Да, да, это был супер кринж, нахуй. Вот все такие, блядь, Джейны, это вы всех погружаете в состояние супер кринжа. Не только себя. То есть, когда ваши подруги вынуждены... Я теперь тебя Дайму буду называть. Пошел ты нахуй. Когда ваши подруги вынуждены представлять вас и говорить, а это Джейн, это им кринжово из-за вас. Прекратите это делать, используйте обычные имена. Девочки, привет. Привет. Из какого колодца? Ух, сетка. Вы еще одни, да? Обидно, наверное. Такие же, как и ты, тоже всегда одна пришла. Но я-то заберу самого лучшего. Поиграем? Поехали, играем. Ну давайте за сто посмотрим. Ну давайте за сто. За сто вообще ни о чем были. За сто мы уже смотрели. Ну все же. Все, давайте за триста. Да, давайте за триста. Давайте за триста. Давайте за что угодно уже. 26 лет. Андрей. Красавчик, спортсмен, бизнесмен. Девушки в фитнесе. А вы за триста-то, а? Оби считают его полубогом. Прекрасно. Каким-нибудь, блядь, знаешь, типа не самым крутым из полубогов, а такой, который родился типа от золотого дождя, блядь. Или там, минотавр, блядь, какой-нибудь. Попадает, великолепно сложен. У Локи есть какой-то сын, он там родился. Когда Локи превратился в лошадь, его конь выебал, и он родился. Вот, видимо, такого рода полубог. Достойную девушку для серьезных отношений. Что-то необычное. Я помню. Что-то я кашля. Но ведь стал боги, нас наказывают. Полубоги. Поэтому я в порядке, а? Не хватило маны. По-моему, он не работает, но это интересно. А, по-моему, ты очень много работаешь и совершенно не отдыхаешь. По-моему, там было написано, что он в фитнес-клубе работает, нет? Или типа он там просто тусит, блядь. Но в фитнес-клубе это очень много времени уходит. Ну, слушай, с другой стороны, у него, блядь, и деньги есть на фитнес-клуб. Даже если он там не работает, значит, где-то он работает. Блядь, фитнес-клубы не бесплатные, нахуй. Туда не пускают просто красивых людей, чтобы они, блядь, привинтигали гантели. А прикинь, что если пускают, Юра просто никогда не слышала об этом, что все красавцы уходят бесплатно. Посмотрим. Мне нравится. Пока. Я вообще не слышал. Мне скажи завтра, что там оргии в фитнес-клубе. Я поверю, я там никогда не был. Нахуй надо. Дома гантельки потягать одну, а еще, блядь, потеть перед пидорами какими-то, блядь. Они же там все гомосеки накаченные. Будут смотреть на меня, пожирать глазами, блядь, мое тело. Когда я потный буду просвечивать, они будут потом фантазировать, дрочить. Зато потом ты выходишь из зала и такой, о, 20 новых человек в институте подписывали. И все мужчины. Конечно, еще играют, но можно посмотреть. Лайфхак. Лайки оставить. Чувак, аж хуило выпутил свое, блядь. Ты видел прям? Нет, недостаточно. Он поправился прям такой. Недостаточно вперед. Вот так нормально. Больше давления, чтобы он встал. Что он как будто, ой, я иду, и хуй меня тянет к ним. Вот как магнит, блядь, вперед. Я ценил себя в 300 баллов, потому что я люблю золотую середину. Он что, голый, блядь, его так обрезали, типа, по шею, блядь. Он разделся в этой комнате. Я руководитель проектов. В Москве недавно. Я руководитель проектов. Я тоже руководитель проектов. Многих. На своем канале. Все руководители каких-то проектов. Вот, например, у дворника есть проект. У братца. У братца, да. У братца, у братца, у братца. У него даже работник есть. Он сам. Магоди, это для семьи, занимаюсь спортом. Каким спортом занимаешься? Сейчас занимаюсь именно фитнесом. Халю орехи зубами. Почему? У него челкунчика, что ли, похожий за ушей. Челюсть блинная. Руководитель проектов? А вот можно я сейчас поруковожу пиджак? Сними, пожалуйста. Блядь, он был готов. Я думаю, Кэт, может, там еще разделся в этой комнате. Я так понимаю, вся деятельность его до этого момента была ради этого момента. Меня кто-то попросил раздеться, наконец-то. Покажу свое фитнес-тело. Сними. Нет, тост можно оставить. Сними и отдай мне. Нам нужен тост. Нет, к Лазару нет. Мы тоже можем раздеться, но после того, как мы разденемся, не будет вот такого... Да будет. Ты нас недооцениваешь. Девчонки, скажите, что бы вы отдали за наши пропахшие потом футболки, чтобы мы прям их там... You can leave your hand on. И мы так раскручиваем, и прямо в вас так, типа, футболки. И они... Отписаны. И они такие... Бля-я-я-я-я-я-я-я-я. Фу, блин, они такие... Такое фу, Хованский, ты вообще моешься. Не-е-е, сколько ты не менял это футболки. Бля-я-я-я-я-я. Какая аккуратная, она ему петличку даже это сняла, переприкрепила. Вот это, вот это такие маленькие жесты показывают, что это хорошая и заботливая тёлка будет любящая. То есть кто угодно подойдёт к вам, снимет с вашего накачанного тела и будет вас ласкать, но не каждая поправит петличку, блядь, при этом. По твоей логике нужно с оператором встречаться. Блядь, дуй. А ты футболку куда домой забрала? Постирать или что? Нет, я помогаю, например, если вы в школе и вы не понимаете, какой девочке вы нравитесь, придите с галстуком непоправленным. Та девочка, которая к вам подойдёт, поправит галстук, с той можно мутить. Слышно будет, если слух пойдёт, что не, мы Юре больше клипа не снимаем, он к Тёмычу приставил прям по-нагрому. Мы как бы не заявляем, не хотим, чтобы слухи шли. Он заставлял петличку. Мне кажется, микрофон упал мне в штаны, можешь достать? Нет, руками, руками не тяни, а то вырвешь волосы. Нет, руками заберись и найди его. Такой, Юра, петличка, что у тебя в жопе? Ой, а как она туда попала? И кто-то за звуком стоит, такой, бля. А там музыка, бля. Звук из мобиль. Звук из мобиль. Нет, я не сыраю, я тебе сейчас выкину. Адам, чем ты нас ещё можешь удивить? Я могу, на взгляд, определить примерно рост и вес девушки. Я тоже, чувак, ебать это. То есть тебя не проведёшь, да? Твой. Мой. 90 нахуй. Твой рост примерно 170 сантиметров. Нет, чуть меньше, 168 сантиметров. Вес. 52. Да, чувак. Он комплименты просто делает. Ты льстительный, он пиздобол, вонючий, бля. 52, серьезно? А ты думаешь, для чего он это сказал? Что комплиментов наделать всем. И все такие... Ой, льстел. А прикинь, он реально умеет определять, но вычитает сразу, там, килограмм 30 в голове, бля. Да какой тебе? 50 ты её видел, чувак? Она как две 45-килограммовых чёлки. Не угадал. Да. Не останавливайся. Мне приятный, конечно. Не останавливайся. Он какой-то прям измученный. Он вот так смотрит. Ну, это фитнес. Ну, это он потому измученный. Представляешь, сколько он в зале хуярит и жрёт одну гречку, бля. Чё бы он не измученный. Спасибо. Ты молодец. Я повышаю. Андрюш, мой вес угадаешь? 42. Верно. А вы заверните, девочки. Вабанку. Вабанку. Пусть берёт клёвую школьницу. Я тоже вабанку. Чё я говорю, бля. Пусть берёт. Ну, она подразмёт её, да? А можно есть такая служба застолбить? Красивую школьницу, типа такой. Вот я его возьму, когда я 18 будет, как в питомнике. Да, есть. Прийти, типа, и... Знаешь, как называется? Отношения. Влюбилась в тебя с первого взгляда вабанк. А вам-то он зачем? Целлюлитом перед ним трясти? Ну, конечно. Во-во! Тебе трясти, как бы... Если это его основная работа, ему будет чем с ними заняться, а со школьницей-то чё он делать будет? Ебать! У него сил нету на это. Какая-то странная логика, типа, если он работает, блядь, типа, помогая людям похудеть, то, наверное, он хочет этим и со своей женщиной заниматься. Да? По твоей логике, мы с своими женщинами должны какими-то реакциями... А, я снимаю. С ним реакции. Не о чем, к сожалению, кроме какого-то... А вот это касается, например, таких профессий, типа, электрик. Что-нибудь такое, типа, они для укрепления отношений с женами сидят, ковыряются в розетках. Микросхемы поедут. Смотри, вот это фаза, а вот это ноль. После родов. А я, наверное, бас. Не мой уровень. Мой выше. Сори. Ты мне подходишь по конституции. Кстати, они даже лицами похожи. Они даже лицами похожи. Брат и сестры. Оба такие, блядь, эти... Инцестные выродки, блядь. Аквалангисты. Подходишь. А ты заметил, что все красивые стройные люди похожи друг на друга? В общем, можно легко перепутать какого-нибудь Столярова с любым другим фитнес-блогером. Вот попробуйте, вам упражнение. Откройте кучу фитнес-блогеров, попробуйте, блядь, отгадать, кто есть, кто, кто есть, где. Они все просто накачаны и хорошо выглядят. То ли дело мы. Посмотрите, с кем вы это ебло перепутаете, блядь, вообще, при всем желании. Или вот он, наш бородатый и высотый. Однако ж, у Мэдисона сколько фейков есть, он с одним даже подснял. Так он на фитнес-блогера не похож. Лапангисты. Это какой? Ну теперь вы просто с тобой сбылся. Девчонки, мне очень приятно, вы такие клевые, очень красивые. Но я выберу вот эту девушку. Молодец. Подожди, подожди, ты забыла его футбол. Иди, постираю. А может, как трофея ставишь? Она потная. Ура! Так в этом и смысл, что она потная. Чао! Александр убрал, что она самая милая. Я думаю, Андрей меня убрал, именно вот, посмотрев мне. А вот ее лицо можно вырезать, и ты не угадаешь ей, сколько лет. Пять? Пятнадцать? Три? Вот прям чисто. Хотелось бы верить, что восемнадцать, потому что я кончил. Вот так? Жестко? Честно. У нее прям реально детское лицо. Да нет, нормально, просто... Я не говорю, что это плохо, просто это прям детское лицо. Все, я тебе педофил, получается. Ну, получается так. Все. Все, на зону нельзя, братан. И мысли. У нас не сложится... А считается, если я кончил, на самом деле, на тебя, пока ты все это вот так вдохновенно произносил? Понятия не имею. Потому что я люблю девушек с опытом. Мы все пошли в Абаху. Че, че, че? Он любит девушек с опытом. А зачем она ему не нравится? Она милая. Видимо, он не знал, что ей шестнадцать лет. А, он просто как такой. Из вас она самая милая, я возьму ее, но она мне не нужна. Не знаю вообще, зачем он сюда пришел. Вот мой номер, личный тренер. А остальные это вообще стрёмные, типа, как бы это... Он пришел просто всех слить, чтобы... Третья идея. Это реально мое тело? Идите нахуй, вы такое не заслужили. Четыре было ва-банка, получается. Не три, четыре, блядь. Чао, мамминя. Прикольно, хорошая текучка. Ни одной девушки с самого начала не досидела до нынешнего момента. Все, уже проморгала ей счастье свое. Все. Не судьба. Моя ошибка, может, и не ошибка, может, это судьба. Я не проекция осталась без парня, потому что... Мальчик выбрал другую девочку. Идите на дом 2. Обрати внимание, когда чувак накачанный, они даже его не хуесосят. То есть обычно, когда кто-нибудь прогнал, он говорит, ну, он неправильно выбрал. Он уебан, а он вообще нихуя не разбирается. Он конче ебаный чмо проморгал цветок. А тут, когда они потеряли качка, они просто такие, ну, пиздец. Я дура. Да, я хуй знает. Представь. Преебал мое счастье. Телок, наверное, это все понятие счастья, знаешь, просто... Накачивает. Она, да, просыпается и смотрит. Накачивает. И не знаю, он безработный там. Кстати, мне написала девочка. Она написала... Накачаная? Нет, нет, нет. Она написала, вот, у меня парень накачанный, а хуй маленький. Скажите, пожалуйста, в реакте сердца за любовь, чтобы девчонки не комплексовали. Типа, накачанный, но у него может быть маленький хуй. Да, хотите большой хуй, вот, пожалуйста. Не обращайте к нам, у нас микропенисы. Блядь, достал. Но это же неправда. Но это же смешно. Нет, не смешно. Смешно, а это, блядь, если бы у нас действительно были микропенисы. Нет, тогда бы это было правда, это было бы грустно, я бы не... Так правда и есть смешная, нет? Говоришь там, вот этот пидор, пидор, нет, не так. Когда я говорю правду, людям на меня обижаются. Да, хорошо, что я завязался стендапом. Это следующая участница. Лера, 21 год. Девушка... Лера, вы ошиблись? Вам, наверное, в другую студию, там, к Малышеву или... Вам не 21, а 42, по-моему, Лена. Вам не 21, вам грустно жить, мне кажется. Ну, вам... Она какая-то грустная. Вам не 21, вам... Лен, вообще-то... Как ты? Лен. Лена, Лен, ты в порядке? Проснись. Лен. Разжечь ее страсть и еще... Ну, ладно, веселушка, что-то я перегнул. О, они сейчас будут пиздеть каждая. Их же 4 выйдет. Ты знаешь, вчера была на неделю моды. И вот... И что ты там делала? Дверь держала. Дверь держала. Моя обувь... Уже не в моде. Ты что, тебе хотя бы шпильки? И что? Еще одна красотка. Охренеть. Луиза, 18 лет. Луиза? Уверена, что главное достоинство девушки... Готовность к эксперименту. А-а-а, ну это мне нравится, окей. Хорошо, она внешне не активна, но поставить в портфолио готовность к экспериментам, как свое главное. Да, испуганное лицо, как будто нарисованное, оно сначала как бы сбивает, но потом, когда она говорит, что она готова на анал, она же... А анал это... Ой, анал это... Юлик, анал это только первый этап на пути, эксперт. Когда мы говорим, мы как вход в пещеру приключений. Эксперименты, это что-то такое, типа, пердеть вбитыми сливками со спермой на тарелку, а потом это есть или что-нибудь такое параллельное. Это купажирование. Любит разговоры до утра и поцелуи, от которых перехватывает дыхание. С перегаром, типа. Привет, девочки. Привет. Эффектная внешность. Особенно нос. Спасибо. Мне нравится, что оператор берет постоянно крупняки этой... Какая сука, ты слышал? Она говорит, такая внешность. Привет. Привет. Эффектная внешность. Особенно нос. Спасибо. Это моя изюмелька. Все девушки переживают... Ну, почти все девушки переживают из-за своего носа. Да, но не все, нахуй, в маске ходят, блядь, все, ёпта. Наебали. Ну да, она должна быть большая. Я считаю, что нельзя прятать свои, как бы, изъяны, которые, ну, очевидные. Маска не маска, просто маска, она указывает на то, что... Имейте силы смотреть в лицо жизнью, даже через огромный снобиль. Какие силы? Я 16 лет. Ну, все... А вот, смотри, другой телке 16, она уже в фитнес-чуваку пошла сосать. Это зависит от человека. А в студии появляется следующий участник. Господи. Это, короче... Ребята, прячьте золото, кольца, часы, табор в городе, блядь. Ой, ручки, ручки, не золотите, главное. 26 лет. Татьяна. Без последнего убить и убить... Не, это люпенили, что-то. Типа того там. Тати. Ваньцзэ. Блядом. Какой вариант выпадет, зависит от настроения. Ищет парня, который оценит ее золотой характер. Ха, битый золотой. В комментариях. Давай, что, про мой нос сказал, а про нее ничего не можешь? Она зарежена. Что говорит? Что, словарный запас? Коней угонит, блядь. Ой, я не могу. В борьбу за парней вступает... Мама, отличный клайк на сердца с любовью. Как хорошо, как хорошо. Глён просмотрен, наконец-то. Отлично. И так все тяжело. Муж изменил в этом санатории. Нет, хорошо, отношусь. С молоденькой. И теперь вот она на сердце за любовь пришла. У вас, красотка. Лариса, 35 лет. Красивая, смелая, как лебедь белая, даст фору любым 18-летним красоткам. Это хайп. Потому что знает... Это хайп. Хайп. ...хотят мужчины. Но она точно знает, чего хотят мужчины. Но мужчины не хотят толстую, старую, краткостриженную тёлку. Давайте начнем от стола. Давайте. Ты что такой прям... Типа, Юра, ну ты говори, говори. Да не заговаривайся, да? Кто знает, как жизнь повернуть может не это... От сумы, тюрьмы и короткостриженных старых бабуль. Не зарекайся. Спасибо. А если завтра конец света и остаемся в живых только я, ты и... А, ну ты выберешь меня. Я... Я... Я пойму тебя. Да, 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 чувак. Честно, начнем. Мы тебе набьем татуху на спине этой какой-нибудь Валерии, блядь, из выпуска. И каждый раз будет это. А ну я человек честный, поэтому тебе можем там Дашу набить. На моей, да, то есть мы как бы... У меня уже есть плавный случай, если мы останемся вдвоём. Она будет добывать дрова, охотиться, строить, косметрозводить. Готовить нам. Она как мамка будет у нас. Мы не будем её ебать, только друг друга. Да, потом всё сделаем. Может быть за 300? Давайте пошёл. Отличные будут. Давайте за 300. Среднячок такой какой-то. Да, может и... Может и... Не угадаю. Может и красиво. Всё. Смотрим за 300. Александр. 30 лет. Работает сомелье. Великолепно владеет языком. Нет. Спортсмен. Лыжник. Игорь. Он имеет в виду куни. А почему? Это потому, что у него, может, не стоит уже в 30. Он такой, ну зато у меня язык. И до колена такой. Это как в анекдоте про деда, да? Которому... Не знаю, сынок. Сказал он, облизывая брови. Ходит. Про снегурочку. Это я, естественно. Вы скорее миссис Клаус. Вот всё, что... Она скорее снежная баба. Снеговик. Я и краю. Ну, Лариса, видно, пропустила, что он спортсмен. А вот мне очень нравятся спортсмены. Поэтому я тоже играю. А мне понравилось то, что он сомелье. Я вспомнил, Джейн уже была. И я уже читал свой монолог насчёт того, что ненавижу людей, блядь, с выдуманными именами. Но похуй. Это был другой выпуск, не этот, но... Это значит ничего. Послушайте ещё раз. Да, послушайте. Вам полезно будет. Школьники охуевшие. Это же это не я. Джейн, они, блядь. Там какой-то прям супер-бизнесмен стоит. Смотри, какой аккуратный. Он же в пиджаке, 100% бизнесмен. Золотая середина. Похож на владельца похоронного бизнеса. Нет, он похож на человека, у которого чуть-чуть увеличили рот, чуть-чуть увеличили глаза и чуть-чуть увеличили уши. И ты вроде сначала... Упыря, ты описываешь упыря, блядь. Ну, чуть-чуть. И ты сначала смотришь, такой, вроде всё нормально. Но это как иллюзия. Чем дольше смотришь, тем страшнее становится. Да, ты понимаешь, что это утопец, блядь. Это самый вампир, нахуй. Смотри, какой он злобный, блядь. Самое то. То есть, поценивай себя адекватно. Всем привет. Короче, я понял, черты его лица несоразмерно большие по сравнению с размером его головы. Да, но они чуть-чуть несоразмерны. И поэтому ты сначала... И вот всё вот это несоответствие и... Очень хорошо. А что ты боишься? Ты боишься, да? Слушай, ну ты же не жаль, я уже повышаю. Ты не боишься? А по жесткам видно, что боишься. Ты не волнуйся. Посмотри, девчонки. Да, волнулася, знаете. Ну, я бы её подиспугался, знаешь. Это как ты такой, типа, зяблик играешь в бильярд. И тут заходит мама стифлера такая. Ух, чё ты тут совсем один? Я предпочитаю чё-нибудь покрепче. И ты, конечно, испугаешься, да? И он только зашёл, он даже сказать ничего не успел. Он такой, чё, боишься, боишься? Да ты не бойся, я тебя всему научу. Ну, иди сюда, давай. Да, давай, смотри. Она научит. Смотри, как я умею. Я могу, блядь, вишнёвую косточку пиздой расколоть. Или... Это не так просто. Теннисный мячик, скорее. Теннисный мячик, она может... Она в гольф может играть, как путь к этому. Слушай, ну это круто. Это, наверное, всё равно, что трахнуть турбину или пылесос какой-нибудь. Ты трахни пылесос, кто тебе мешает? Чего там крутого? Пылесос в каждом доме. Просто необычно. Можно в АВА массу. Ты, главное, выбирай модель, которая не оторвёт. Произносимым именем, вот там, каким-то вот. Трудное произносимое имя? Да. У тебя трудное произносимое... А скажи, какое у тебя имя? Меня зовут Джейн. Да, тут, по-моему, вообще, очень, кстати, клевое у тебя имя. Потому что я его сама, блядь, выдумала. Ну, почему бы женщина недалеко, это что? Это как... Это так тупо. Это как пытаться раскрутить видео, у которого непопулярные теги. Зачем? Используй свое. Вот у тебя имя, там, Наталья. Люди знают, что такое Наталья. А что такое Джейн, никто не знает. Тебя даже никто не запомнит. Позовите ваши подруги. Как пизданутую, которая зовет себя Джейн. Джулию, Джанна, что-то Джасли, Джанна Фриске. Джанна Фриске, да. Джанна, Джанна, наверное, ее зовут. Не могу вспомнить. Тупо, блядь. Уважайте себя. Это твоя ситуация не работает, потому что ее просто никто никуда не позовет, Юлик, блядь. Никто не будет сидеть перебирать имена, потому что все скажут, хэ, да впизду ее. Как там ее звали? Да пизду. Неуважение к самой себе. Не так грубо, брифт. Понимаете? Окей. Ты сначала сказал, что я вам. Вы прям, окей. Вы чья-то мама, да? Вы не участвуете? Помолчите. Окей. Давайте мы закончили, как бы продолжаем. Тих-тих-тих. Да, бапулька. Мама опять изменила. В Акапулька ездила. Давайте сейчас. Интересно. Мы хотим тебя послушать. Удиви нас чем-то. Есть какие-то вопросы ко мне? Говорю очень много. У меня профессия такая. Я пас. Ой. А ты что-то там сказал про свою профессию, что ты очень любишь разговаривать, а я болтливых не люблю. Пас. А я бы хотела узнать, вот сколько у тебя было от девушек? Были ли серьезные отношения? Серьезные отношения были, но не так много на самом деле. И она такая, есть ли у тебя дети маленькие, грудные, нам нужны для бизнеса. Деть не с кем. Мы воруем их. Нам срочно, мы в городе не так долго. Да, все-таки я к тебе отношусь серьезно. Ну, по твоему виду, можно сказать, что ты бабник, скорее всего. Ой, комплимент. Он такой. Один раз на вписку, два раза в школе. Просто потому, что, да, он напялил на себя пиджак и стоит, блядь, с руками в карманах. Это не значит, что он бабник, блядь. Ну, как пиджак красят людей все? Блядь. Ты мне не подходишь. Пока. Удачи. Мне кажется. Не честно, он, ну, хоть что-то, ну, заслужил. Каждый заслужил. Хоть что-то, это ты старушку имеешь? Ну, такой, ну, вы заслужили такое колесо. Хоть что-то, и выходит бабка, и ты такой, ну, нихуя себе, ребята, у вас хоть что-то, блядь. Ну, слушай, ну, я думаю, бабка за свою жизнь уже столько всего перепробовала, так что можно и другим дать. То есть, тема геронтофилии возвращается в наши выпуски. Она, статистически, член в ее вагине мог оказаться чаще, потому что она жила больше. И я надеюсь, что это не мой член. Статистика здесь работает против меня. Ты чё, ты чё? Чем дольше вы с ней живете, тем больше шансов, что, как бы, произойдет. Ну, я долго жил там с бабушкой, например, но они рады у нас. У нас не было, да, у нас даже не было искры, как бы, какой-то. Это как молекулы, они в пространстве мечутся, сталкиваются. Подожди, тут осталось две с половиной минуты. Молекулы Юра Хованский может столкнуться с молекулой Мама-Отличник Лайф. Я сейчас с твоим, с твоим анусом столкнусь, с твоим немаленьким хуем, блядь, вы ебал. Это не страшно, вы разлетитесь потом. Кого они смогут? Знаешь, у молекул, у молекул микромолекульные пенисы. Вот как я подвел, это все была подводка к этой шутке. К чему? Забил. А это не я. К фразе микромолекульные пенисы. Это шутка сказать микромолекулы. Атомные пенисы. Они типа и ядерные. Атомные пенисы, это название нового скандапа, куриничного в Ледовом, блядь. Эй, привет, Ледовый, вы знали, что у атомов атомные пенисы? Они такие маленькие. Мне как-то частицы. Ченки, давайте, может быть, просто посмотрим. Это как если взять, короче, частицу Юрка-Вас и частицу Мама-Отличник Лайф. Разогнать их. Вот он, какой-то хуйня. Адронный коллайдер. Адронный коллайдер. И пум. Твоя шутка не работает, потому что... И происходит трах. Адронный коллайдер посвящен... Ну он, смеялся. Посвящен поискам бозона Хиггса, а не столкновением каких-то там молекул со смешными именами и их микропейсами. Чувак, они просто хотят, чтобы молекулы поебались. Ты заебал. Я досматривать не буду. Трахнем одну молекулу в другую. Друзья мои, все, переходите. На моем канале вышло видео, где мы пробуем веганские аналоги. Чувак, там еще мужик. Нет, там еще мужик будет, надо смотреть. Я уже за 500 хочу. Нет, за 500, наверное. Давайте середину за 300. Давайте второй раз попытаемся за 300. Давайте. Давайте за 300, ладно. Александр, 38 лет. Бывший рокер. О, ну тут быстро. Ладно, это. Ну это, короче, засекаем. Минуту я ему даю максимум. Вот минута, прям можем до 60. Поставьте тут таймер, как только он выйдет. Я даже думаю, меньше минуты. Это настолько плохо в 38 лет быть бывшим рокером? Да, чувак, я почти. Сейчас выйдет какой-нибудь супер какой-нибудь говнарище. У него тут будут нашивки Киш, Нирвана, блядь, все это. Он будет в какой-нибудь кожанке. Он будет жирный, старый, длинноволосый, сальный. Придет с какой-нибудь гитарой. Давайте я люблю девушку для того, чтобы покорить мир. Мне интересно, как он сохранился. Блядь, да, я только что понял, я писал про рок-сан-боя только что, блядь. Я очень люблю путешествовать, поэтому... Ну вот он реально бывший рокер, блядь. Я ненавижу рокер, потому что я против него. И он пятихат стоит. Посмотрела. Так все, это последний. А, нет, 300, и они все вливают. Да какая разница, он последний. Странно, я пока не вижу косухи, шипов. Но волосы длинные, назад зачесал, я вижу, висят. Блядь, блядь. Блядь, это даже хуже, чем я думал. Мертвец на сердце, а за любовь. Упырь, блядь, это же настоять. Это реальный упырь, блядь. Труп, который двигают ниточками. Пиздец. Ну я больше золотую середину, ну и, может быть, из-за немножко своего возраста. Да, чувак. Как будто из болота вылет. Да, он был мертв еще лет 10 назад. Моему бате Балтос, он выглядит в миллион раз лучше, чем этот мужик. Как будто этот чувак просто в какой-то момент такой, похуй, буду выглядеть как лягушка. И ходить передалегацией, будто я труп. Люблю пугать людей. Я зомби, я вот так, у меня будет голова завалена на один бок. Твой стиль, твоя фишка. Я еще оденусь максимально бесформенно, чтобы, блядь, непонятно было, блядь, какие органы у меня остались, каких нет. Точно не мое. Смотри, человек. Здравствуйте. На меня-то вы посмотрите. Я пас. Я сразу свое решение сделаю. Она такая, на меня, у тебя нет других вариков. Вот так, чувак, типа, все. А-а-а-ка. Меня зовут Саша. Все, чувак. Ты, ты только успел сказать. Меня зовут Саша. Да, да, да. Красный, красный. Меня зовут, я, знаешь, как в этом концовке, в этом, в последнем сезоне Breaking Bad, типа, такой, меня зовут Саша. Я такой, Саша, ты самый умный из тех людей, которых я знал. Но даже я понял, что этот парень уже сделал свой выбор. Типа, это, это телка, это старуха. Она уже забрала тебя. Ты можешь ничего не говорить, Саша. Все, все уже кончено, блядь. Делай свое дело, старуха. Бери его, блядь. Я инженер-конструктор. Все, да я, все, Сань, Сань, никого не ебет. Сань, хоть это, все, забей. Хоть ракету строитель, Сань. Забирай. Сань, все. Еще одна счастливая пара. Хорошая концовка. Она же не попала, вот нихуя не счастлив. Я инженер-конструктор, все, Сань. Да ему норм, нет. И смотри, она ему сразу поправила, о чем я говорил в начале выпуска. Поправила воротничева. У мамы ноги худые, у нее вот это плохое тип ожирения, когда у девушки жир на спине копится. А что ты, знаешь, которая... Вижу, у нее все вверху. Поднимет вот так. И опустит. Нет, нет, нет. Мне кажется, наоборот. По-моему, везде, где жир копится, это плохо, блядь. Хоть на спине, хоть на это... Не надо жир копить. Боится. Ты сам не умрешь. Давайте. Это все там. Она его прям... Ты видела? Она его так типа... О, вообще не понимаю. Пойдем, пойдем, сыночек. Мне нужно картошечку накопать. Пойдем. Прям так по-бабушкински взяла его. Меня для этого воскресили? Нахуя? Чувак, охуел аж, блядь. Девушки, смотрите происшествия дня. Ча. Ну пойдем. С мужиком ухажем. Пока. Все, тут можно заканчивать. Не, не, не. Я хочу узнать, будут ли они вместе. Из-за того, что из-за того что-то получится, но какое-то вот взаимное притяжение, наверное, возникает. Мне кажется, это любовь. Все, она его не отпустит. Он, он такой, сначала я был в родстве у некроманта, который меня воскресил. А теперь новая старуха злобная, блядь, мной управляет. Баблига. Тяжелая неказистая жизнь простого кадавра, блядь. А на этом, да, можно заканчивать, друзья. Подписывайтесь на наши каналы, ставьте лайки. Самое главное. Лайки, лайки. Прямо сейчас. Писайте на нас лайками. Побольше лайков. Их, блядь. Подписок стало мало. Просмотров столько же, а подписок мало. В чем проблема? Давайте регаем там 50 аккаунтов, блядь. Найдите родителей этих тварей. Зарегайте 50 аккаунтов. Переверните все вверх дном. Но подпишитесь. Подпишитесь на наш канал. А также перейдите на мой канал. Там вышел новый ролик с Юликом. В этом ролике мы пробуем веганские аналоги мясных продуктов. И комментируем, насколько нам это понравилось. Ну и там спонсорские подписчики, колокольчики. И помните, адронные коллайдеры был построен для того, чтобы молекулы могли поебаться. Второй раз не так смешно. Первый раз было точно не так смешно. Нет, первый раз вообще был разъёб. Говно было. Разъёб. Просто говно. Просто я с этим материалом пойду на стендап. В ледовый. В ледовый. А я теперь во все верю. Продолжение следует.